мы очень удачно расселились вот это вот наш такой поселение эко домиков на улице витсба здесь ориентир автостоянка это уже улица гучу вот и моментально мы по выходе оказываемся на центральной площади здесь и кафе и магазин стоянка такси автобусы и прочее а самое главное вот это вот великолепие это храм святого апостола андрея если я правильно сказал храм посмотрите можно посидеть подняться на второй этап пофотографировать потом на обратном пути зайдете музей историко археологически осмотрите раскопки 2 4 века гончарные мраморные стеклянные изделия на выходе сувенирная лавка в историческом здании башня акведук система водопровода и за ней стоит дельмен дельмен это языческий родовой склеп куда складывали кости усопших одного рода за храмом есть церковь сейчас колокольный звон да напомнили они о себе вы выйдете с территории дойдете до угла крепостной стены еще столько же вдоль стеночки вот в том районе крепостной стены открыты ворота пройдете там сейчас служба идет хорошо орган для иностранцев которые отдыхали на курорте пицунда сегодня 49 лет храм действует как концертный зал органы музыки 6 мая дорогие гости будет у нас первый концерт можете себя назвать в арене меня зовут спасибо собор находится в самом центре города на пересечении автобусных и автомобильных маршрутов территория храма и расположенного тут же музея огорожена высоким каменным забором вход музейный комплекс платный патриарший собор в честь апостола андрея первозванного был построен в пицунде в пятиунте как тогда это место называлось в начале 10 века во времена правления грузинского царя баграта третьего из династии багратионов древний храм выделяется своими мощными формами грандиозными размерами полутора метровыми стенами и относится к лучшим памятником абхазского средневекового зодчества к сожалению со временем храм превратился в руины и был восстановлен только в 19 веке реставрации нарушили его древний облик но патриарший храм остается знаковым местом где хочется непременно побывать стены храма от соколя сложены исключительно каменными блоками затем кладка приобретает смешанный характер ряды камня перемежаются с кирпичными прослойками чем выше тем каменные прослойки тоньше а кирпичные толще гладкие стены покрыты штукатуркой а в прежние времена они были украшены фресками от которых сохранился лишь пояс медальонов в алтаре западной части храма расположена усыпальница в которой находятся две гробницы устроенные в честь апостолов симона канонита и андрея первозванного о чем свидетельствуют две фрески с изображениями этих святых здание храма обладает великолепными акустическими свойствами из-за этой особенности в 1975 году здесь был открыт органный концертный зал установлены в успенской церкви орган изготовлен в германии и является вторым по величине инструментом на территории бывшего ссср после домского собора в риге с тех пор старинная церковь пицунди становится еще и этаким концертным залом с очень аутентичной обстановкой на выступление именитых органистов сюда съезжаются любители музыки со всей абхазии не всем местным жителям это нравится ну а пока старый храм с органом является изюминкой пицунды а это вот прямо в виду который был да вот прям трубом с горст района лица суда стекла вода и несколько жителей пользовались сейчас вода осталась только в холодильнике и в море в холодильнике и в холодильнике и в море заходим в историко-археологический музей который находится рядом с храмом заходим в холодильнике и на риге в холодильнике и в холодильнике в холодильнике Вы больше не можете послевать через 5-й, 8-й, вы видите, как и колокольный. Вот как в древние времена назывались здешние места, а вот и отгадка, почему так наши экодомики называются. Это старинное название. Пить и унт. 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 Вот отсюда идет колокольный звон. Сегодня весь день. Рядом с Патриаршим собором Андрея Первозванного распорожилась маленькая часовня всех пицунских святых. Изначально ее построили в IV веке, в VI веке ее перестраивали, но со временем пять часовней остались лишь одни руины. И лишь только в 1991 году по инициативе монахов из Новоафонского монастыря начали строительство новой часовни. Любопытно, что материалом для ее строительства стали каменные блоки, которые остались от древней часовни. Они так хорошо сохранились, что в их качестве никто не сомневался. Благодаря использованию этих блоков новая часовня выглядит очень аутентично, будто бы она стоит здесь уже очень давно. Часовня очень маленькая, но уютная. Она похожа на церковь в миниатюре. Примечательно, что в день наших съемок отмечали вербное воскресенье. Так вот, паломники приехали отметить этот важный церковный праздник именно на территорию этой крошечной часовинки. Красота в глазах смотрящего, знаете. Ой, а здесь столько красоты вокруг. Да. Очень много. А вы первый раз обходите? Красота в глазах смотрящего. 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 Продолжение следует...